МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У пожилого жителя Самары мошенники похитили полтора миллиона рублей. Как сообщили в региональном ГОМВД, подозреваемого задержали. В конце декабря 82-летнему жителю Самары позвонили неизвестные и сообщили, что его супруга в больнице. Она стала виновником аварии, в результате которой серьезно пострадал человек. Для решения проблемы нужны деньги. Он передал неизвестным полтора миллиона рублей, после чего выяснилось, что с женой все в порядке. Сотрудники уголовного розыска установили личность мошенника. Он рассказал, что устроился на работу в интернете. Его обязанностью было выезжать по адресам, получать деньги и переводить их на указанные счета. Уголовное дело по статье мошенничества направлено в суд. В Самаре проходит заседание регионального общественного штаба по независимому наблюдению за выборами президента Российской Федерации 2024. Эксперты обсуждают первые итоги обучения общественных наблюдателей. Уже прошло более 40 семинаров, подготовленным около 5000 человек. Также федеральные эксперты, которые подключились по видеосвязи, подводят итоги регистрации кандидатов. В повестке дня и подготовка к открытию на базе региональной нотариальной палаты горячей линии для связи с избирателями. Обсудили и работу членов штаба на избирательных участках. Они будут проверять доступность участков для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, члены штаба примут участие в межрегиональном форуме и расскажут о своем опыте в подготовке независимых наблюдателей. В Самарской области закрыли для движения 11 дорог регионального значения в Елховском, Кенель-Черкасском, Петровском и Сергиевском районах. Об этом сообщили в Министерстве транспорта. Автомобилистов просят без необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов до установления благоприятной погоды. В Новокобышевске продолжается строительство здания театра «Грани». Объект готов на 52%. Открыть новое театральное пространство планируют до конца года. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки в город губернатора Дмитрия Азарова. Новое пятиэтажное здание возводят по уникальному проекту с применением современных инженерных и технологических решений. Здесь разместят сразу четыре сценические площадки, включая основной зал на 200 мест, а также выставочное пространство, кафе, вспомогательные помещения, классы для детских творческих секций. Планируется также благоустроить прилегающую к театру территорию. Сразу 75% опрошенных работников в Самарской области ожидают, что непрерывное обучение будет самым важным трендом на рынке труда в ближайшие 7 лет. Об этом свидетельствует результат опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы. Говоря о группах навыков, по которым необходимо переобучение, 55% респондентов отметили так называемые жесткие – иностранные языки, программное обеспечение, математику, а также инженерные науки. А вот универсальные навыки, по мнению опрошенных, пока не так важны. Прокачивать коммуникационные навыки, эмпатию, целеполагание и так далее планируют пока 23% опрошенных. Российские ученые добыли образцы льда возрастом более миллиона лет. В русском географическом обществе отметили, что особую ценность они имеют, потому что были добыты в зоне перехода древнего атмосферного льда в озерный лед. Полученные образцы в Россию доставит научно-исследовательское судно «Академик Федоров». Восток – круглогодичная, внутриконтинентальная, антарктическая научная станция России. Там ведутся работы по исследованию климата и магнитного поля Земли. Метеорологические, геофизические наблюдения. Изучаются свойства материала в условиях низких температур и другие. Эксперты сервиса онлайн-бронирования назвали самые популярные направления для отдыха у россиян. Так, в этом году в Самарской области число бронирования увеличилось в несколько раз. Для длительных поездок за рубеж туристы чаще всего выбирают Таиланд, Турцию, Италию, Испанию и Венгрию. Самара тоже стала заметным туристическим центром. Только в 2023 году регион посетили около трех миллионов туристов. Редактор субтитров А.Семкин